Это новости сейчас на телеканале АИС-ТВ. В студии работает Иван Губин. Доброе утро. Совершил ДТП и пытался скрыться. В Осинском районе внимание дорожных инспекторов привлек автомобиль, который вилял по дороге. Заметив полицейских, водитель лишь увеличил скорость. Требования правоохранителей остановиться проигнорировал. Во время погони водитель нарушал правила и совершал опасные маневры. Выехал на встречку и врезался в Шевроле Ниву. В ней находилась супружеская пара пенсионеров. Позже за медпомощь обратилась 59-летняя пассажирка Нивы. Нарушителем же оказался 49-летний житель села Оса. За руль он сел пьяным. В отношении мужчины составили административные протоколы. Транспорт забрали на арестплощадку. Я, честно сказать, сам не ожидал. Я ехал из дома. Я просто ехал к другу. И по дороге увидел сотрудников. Дальше что произошло? Думаю, пытались меня остановить. Три года условно заложено сообщением о терроризме. Такой приговор вынес Саянский городской суд 20-летнему хулигану. В октябре 2018 года он распространил в социальных сетях сообщения об угрозе взрыва в образовательном учреждении другого региона. Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области быстро установили личный злоумышленника. УФСБ напоминает, что по закону ложное сообщение о терроризме считается преступлением средней тяжести. Наказание за это правонарушение – штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Или лишение свободы на срок до трех лет. Сначала доставили до роддома, а теперь и встретили из него. Инспекторы ДПС Игорь Фарыма и Александр Деханов приехали на выписку к молодой маме, которую они ранее экстренно доставили в перинатальный центр. Полицейские поздравили родителей с рождением сына, пожелали семье крепкого здоровья и подарили ребенку детскую автолюльку, чтобы с первых дней жизни маленький пассажир был в безопасности во время поездок. Большое благодарность сотрудникам полиции, чтобы люди среагировали, остановили, я говорю, что жена рожает, проводили до роддома. Большое спасибо им. И на этом у нас все новости. Хорошего дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин